Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Уроков не будет. Еще в одной школе распылили газ. На этот раз в Харькове. Десятки учеников пострадали. Кто стоит за атаками на детей? Алкоголька Куликов. Борисполе 6 человек скончались после застолья. Что пили? Гастробайтерам здесь место. В Чехии хотят видеть больше работников из Украины. Какие вакансии предлагают? Антикоррупционные решили сделать эту неделю в парламенте, но на финише снова включили задний ход. Закон об антикорсуде сегодня планировали рассматривать в зале, но ключевую поправку о том, кто будет отбирать кандидатов в суде, так и не утвердили. Причем статьи и документы согласовывают даже не с главами фракции, а с международными партнерами. Почему одна поправка застопила весь процесс и что будет, если новый суд в Украине так и не появится? Подробнее в материале. На этой пленарной неделе депутаты решили забыть о Центрозбиркоме, унеся договоренности подальше от трибуны и посвятить время переговорам по поводу закона об антикоррупционном суде. Цього тижня необходимо рассматривать и ухвалить низку важных для Украины законопроектов. Найважливейшим среди них есть законопроект про высший антикоррупционный суд. Мы должны сделать все, чтобы этот закон был ухвален как швидше. Правда, переговоры не столько между фракциями, сколько с международными партнерами. Представители Венецианской комиссии специально прилетели в Киев, а с американской стороной говорят по скайпу. У нас был с утра этап проговоров, будет в обед и будет вечером. Международный валютный фонд, Световый банк, ФАФД, Греко и другие международные организации поставили впервые в истории политическую вымогу для государства, что мы дадим вам стабилизационную позицию, но за одной умовой. Если вы створите антикоррупционный суд, который занимается пятьми топ-коррупционерами, схемщиками в вашей стране. Из практически двух тысяч поправок ключевая одна. Кто будет отбирать кандидатов в антикорсуд и у кого окажется окончательное право вета? У международных экспертов или высшей квалифицированной комиссии судей? Пропозиция следующая. Если больше половины, то есть четыре из трех в Раде экспертов висловливают сомнение, эта кандидатура блокируется, передается на рассмотрение ВККС. Если ВККС не находит достаточно предоставленной позиции Ради международных экспертов, то переходят в так называемую касацию. ВККС будет сложиться из двух третин суммарного склада и ВККС, и Ради экспертов, но за условия, что обязательно в этих двух третинах должны быть представители Международной Ради экспертов. То есть не может быть так, что все собрались потом вместе, ВККС одноголосно поддерживает того кандидата, против которого Ради экспертов, и он пришел. Они думают, как играть МВФ, как их дурить, но там не дурные люди сидят. Там есть жесткая требования. Повная, безусловная ВККС – это не гарантия, это шанс на то, что там появляются доброчесные судья. Вот есть на сегодняшний день 16 человек, которые представляют украинскую сторону. Есть 7 человек, которые представляют так называемую Раду иноземных экспертов. Так вот, вето должно быть в обязательном порядке, что среди тех, кто голосует за вето, за поддаление вето, было как минимум, ну, хотя бы 2-3 особи из международных громадских организаций. Вот если это станет, тогда да, решение принимается абсолютной большинством голосов тех, кто представляет самую украинскую сторону. Но окончательную формулу пока не вывели. А после того, как текст документа согласуют с международными партнерами, его нужно будет утрясти в парламенте и найти голоса на законопроект. А давайте говорить своими словами. Это формат внешнего управления формирования кадров антикоррупционного суду. Погодились с МВФ и погодились в ночи, и погодились с Венецианской комиссией в день. Какие-то изменения, которые сейчас в сессийный зал нам внесут. Ну, так законы не пишутся. Если мы так допустим, что нам будут принимать так законы, то тогда нам не треба Верховной Рады. Кто эта Громадская Рада, кто их подтверждает, кто они таки взагалі, каким чином будут призначаться суды, на каких засадах – жодного слова. Что это означает? Это означает две вещи. Первое, что руководство страны полностью под внешним управлением, и им керуют. И второе, про колоссальный уровень недоверия с боку западных партнеров Украины, наследок коррупционной политики сегодняшней влады, которые уже не верят в никакого слова и пытаются призначити своих судов, потому что считают, что любое призначение, связанное с сегодняшним руководством, – это прямой шлях к додатковой коррупции. Позиция нашей фракции не изменилась. Мы считаем, что для борьбы с коррупцией, прежде всего, в Краине должна быть политическая воля. А создать отдельный суд, который будет справедливым, а все другие, хоть остаются, как есть, – это неправильно. Пока же законопроекты об антикурсуде в повестке дня нет, в Раде решили устроить аграрный день. Земля в Украине должна належать украинцам, украинским селянам. Политика нынешней влады, Международного валютного фонда, святых международных летаев и наших так называемых доноров полягает в другом. А без земления украинских селян они навмисно не дают дотации на восстановление тваринства. Они навмисно травят людей и наших детей пальмы олією. Они навмисно проводят политику, чтобы селяне выезжали из села. Правда, в повестке дня только несколько законопроектов, касающихся аграриев. Один из них направлен на стимулирование и развитие семейных фермерских хозяйств. С одной стороны, мы створюем семейные фермы. С другой стороны, мы им даем стаж, статус товаровырубника, бюджетную поддержку и пильговое кредитование. С другой стороны, мы им даем доступ к земли. Эти семейные фермеры теперь могут отримать землю не только 2 гектара, они могут отримать до 5 гектаров. Закон же об антикурсуде в зале может появиться завтра. Сегодня вечером руководство парламента проведет скайп-конференцию с представителями МВФ. К слову, от принятия документа зависит ни много ни мало получение пятого транша кредита. А это 1,9 миллиарда долларов. Екатерина Лысенко, Ксения Боровиненко, Максим Чеблин, Вадим Сверидонов. Подробности. Телеканал Интер. 35 детей попали в больницу с признаками отравления. Неизвестные распылили газ в Харьковской школе номер 3. Четверо учеников находятся в реанимации. Это четвертый подобный инцидент за последние две недели. Все подробности расскажет Светлана Шакера. Едкий запах ученики почувствовали на перемене после третьего урока. Кто-то распылил газ здесь, на втором этаже, возле мужского туалета. Учителя сразу же начали выводить детей на улицу. Где-то за 3-4 минуты мы вышли. Везде были открыты окна, проветрили школу, вызвали все службы. Но и этого времени хватило, чтобы дети надышались газом. Слышал острый запах перца. Когда только учел запах, начало в голове кружиться, тошнить и горло першило. Я была в столовой, где, говорят, больше всего было этого газа. Мне захотелось очень сильно кашлять. И на улице мне стало лучше уже. Но потом у меня начала кружиться голова. Всего в больницу попали 35 школьников от 10 до 14 лет. В реанимации находятся четверо детей, состояние средней тяжести. Все дети абсолютно в сознании, абсолютно адекватные, отвечают на вопросы. Спасатели предполагают, кто-то мог распылить газовый баллончик. Но когда они приехали, все выветрилось. Буквально через 7 минут уже приборы не показали присутности стороннего газа. Передние данные говорят, что это возможно, побутовый перцевый газ. Министр образования Лилия Гриневич озвучила предварительную версию. Газ мог распылить один из учеников. Расследование продолжает полиция. Версию теракта не рассматривают. На данный момент такие версии не рассматриваются. Мы думаем, что это обычное хулиганство. Харьков стал третьим городом, где произошло подобное ЧП. Эксперты до сих пор выясняют, какой газ распылили в школах Черкас и Николаева. Об этой проблеме говорили и в парламенте. Мы бы очень просили Кабинет Министров организовать ведущую группу, Межведущую Координационную Раду, для того, чтобы выработать механизм реагирования на такие случаи. Мы не можем допустить, когда у нас осталось несколько недель до линейок, до последних звонков, где все школы Украины выйдут на это свято последнего звонка, увидеть такую тревожную ситуацию. К вечеру харьковских детей начали отпускать домой. В больнице осталось 5 человек. Городские власти уже заявили, к 1 сентября возьмут все школы под охрану, а в самых крупных будут установлены камеры видеонаблюдения. Светлана Шикер, Александр Яновский, подробности, телеканал Интер Харьков. Все пострадавшие школьники уже дома, их жизни ничего не угрожает. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала губернатор Харьковской области Юлия Светличная. Она также сообщила, что еще несколько дней школьники будут находиться под наблюдением врачей, а занятия возобновятся уже завтра. Перед правоохранителями стоит задача в кратчайшую сроки установить причины этого ЧП. В Днепре 4-летняя девочка выпала с пятого этажа. Ребенок выжил, но очень сильно пострадал. У девочки тяжелые травмы головы, переломы костей. Она пережила травматический шок. В момент этой трагедии ее мама находилась на улице, возле дома. Она работает дворником. В больницу поехала вместе с ребенком, однако вскоре ушла. Наша съемочная группа не смогла найти женщину ни в палате, ни в больнице. В полиции по факту этого инцидента открыли производство и уточнили, что семья находится на контроле социальных служб. Это острый период черепно-мозговой травмы. Он протекает от 7 до 10 дней, иногда до 2 недель. В этот период болезни отек головного мозга может нарастать. Поэтому прогнозировать и говорить о степени повреждения головного мозга, какой неврологический дефицит будет в дальнейшем, практически невозможно. Трагедия закончилась в застолье в Борисполе. Семь человек отравились метиловым спиртом, шестеро из них скончались. И еще один человек в тяжелом состоянии сбежал из реанимации Бориспольской больницы. Уже в полиции открыли уголовное производство. Все детали расскажет Богдан Вербицкий. После такого угощения семь человек госпитализировали с тяжелым отравлением. Последствия такого застолья оказались трагическими. Погибли три женщины и столько же мужчин. Еще один в реанимации. Померла в карете швидкой по дорожке до лекарни. Останная женщина была в край тяжелом состоянии. Нас подняли ее сразу в реанимации. В межах 20 минут она померла. Один из доставленных пациентов был в легкого ступени важности. Мы доведали, что зовут его Юрий. Он находится на данный момент в отделении реанимации. Стань его стабильный, но все же таки остается в среднем ступени важности. Но затем выяснилось, что Юрию больница надоела. И он выписался самостоятельно. Без дозвола в лекарев. Залишил в этот заклад и пошел далее в место по своим справам. Катетер есть. Я ему сказал, чтобы он не снимал. Почему? Потому что мало ли может стать погано. И катетер у него там сейчас в руке. И он сейчас ходит вместе с ним. По сиделке у соседа были обычным делом, уверяет сосед Андрей. Говорит, не раз видел мужчину и в состоянии алкогольного опьянения. Я знал, я с ним працювал. И с соседом Леха его звати. Регулярно, регулярно. Но так, чтобы там дебоширство, там милицию вызывали. Чи порушения было каких-то, такого не было. Сейчас правоохранители устанавливают детали инцидента. Открыто уголовное производство. Мы вылечили самую канистру и родину, которая находилась в этой канистре. На самой канистре написано, что это метиловый спирт. Открыли криминальное проведение за статей 115. Это на умысшее убийство, но там есть позначка, как несчастный случай. Но где взяла одна из собутыльниц емкость с огненной жидкостью? На этот вопрос правоохранители пока ищут ответ. Богдан Вербицкий, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Минздрав изменил правила выдачи рецептов. Они вступают в силу сегодня. Теперь в бланке рецепта должно быть указано следующее. Название медучреждения или физлица, врача. Адрес учреждения или предпринимателя. Код и номер учетной карточки налогоплательщика. Реквизиты лицензии на медпрактику или лицензию. Кроме этого, пункт стоимость подлежит возмещению. В новых бланках заменен на источник финансирования. В нем должно быть указано название государственной или муниципальной программы для льготной выписки лекарств. Новая форма – это шаг к электронному рецепту, отмечают в Минздраве. Петр Порошенко подписал закон об упрощении ввоза автомобилей в страну. Президент отметил, что в первую очередь это коснется коррект скорой помощи, спецавтомобилей и передвижных медклиник, которые вводятся в Украину как гуманитарная помощь. Согласно указу, проверять такой транспорт на соответствие эконормам теперь не будут. Напомню, полтора года назад Украина получила 40 машин скорой помощи от Китая, но они до сих пор простаивают в Одессе. Наша страна делает все возможное для скорейшего освобождения заложников и политзаключенных. Об этом Петр Порошенко заявил по итогам переговоров с президентом Эстонии. Сегодня Керси Кайланд впервые прибыла в Киев с официальным визитом. Главы государств обсудили противодействие российской агрессии и нынешнюю ситуацию на Донбассе. По словам Порошенко, Эстония полностью поддерживает введение миротворцев на оккупированные территории. Президент Эстонии сообщила, что уже в ближайшие дни она планирует посетить Донецкую область. Она станет первой из лидеров иностранных государств, которые побывают непосредственно в районе боевых действий. Украина, Петро Порошенко и Министерство света и исследования СТОНСКО. Мы делаем все, что от нас зависит. Для того, чтобы обеспечить, извините на слове, тиск на российского президента. Для того, чтобы он наконец-то отдал поручения. И процесс, который нам начался в конце прошлого года, когда нам удалось освободить 74 поручения. Мы обязательно продолжили, и украинские герои как быстрее вернулись домой. Мы это обговорили сегодня с паней президентом, скоординовали наши действия. Потому что освободение заручников является основной частью Минских угод, где Россия взяла на себя прямые обязанности о освободении. Сегодня я хочу выразить поддержку всем украинцам в их борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Мы также поддерживаем реформы, которые вы, господин президент, вместе с парламентом и вашим правительством осуществляете. Вы совершили значительный прогресс во многих сферах, в реформе здравоохранения и пенсионной системе. Президент Эстонии также встретилась сегодня с премьер-министром Украины. Керсия Кальгеланд поддержала курс реформ нашего правительства. Глава Эстонской республики подчеркнула, что дружеские отношения между странами имеют также экономическое значение. Речь идет о торговле. Во время переговоров стороны также обсудили возможность совместной борьбы против строительства газопровода «Северный поток-2». В Украине впервые прошли пуски ракетных комплексов «Дживелин». Об этом президент Порошенко сообщил прямо с полигона. Глава государства отметил, что «Дживелин» исключительно оборонительное оружие, которое будет применяться только в случае наступления вражеских войск на позиции украинских бойцов. Я напомню, еще в марте Соединенные Штаты одобрили продажу противотанковых комплексов в Украине на сумму около 47 миллионов долларов. В конце апреля «Дживелины» доставили в Украину. Я уверен в том, что сегодняшний день боевые возможности Украинских военных сил и подразделов ракетных войск и артиллерии значительно сросли. Конечно, это оборонная оружие. И будет использована она только тогда, когда мы будем иметь наступ РФ на позиции украинских войск. Но боевое использование «Дживелина», который имеет возможность наносить удар по не менее защищенной части бронетехники, показало надзвучайно высокую эффективность этой оружии. Боевики на Донбассе продолжают обстреливать жилые районы. По Зайцеву за неполные двое суток четыре раза били из тяжелой артиллерии. Разрушены два дома, ранена одна из местных жительниц. Чтобы подавить вражеские огневые точки, наши военные делают вылазки на позиции противника. Об одном из таких рейдов расскажет Игорь Левенок. Ладно, мальчики. Потихоньку разворачивайся. В старой российской форме и тапочках трех наемников сопровождают бойцы батальона «Донбасс-Украина». Наши армейцы говорят, все произошло по военной классике. Взяли языков прямо во вражеских окопах. Поднялся, поднялся. Разворачиваем. Операция была спланирована, была подготовлена, была проведена предварительная разведка, наблюдение. Позиции боевиков расположены в районе промзоны. Это пригород оккупированной Горловки. Ожесточенные бои здесь не утихают. Окупанты соорудили сеть опорных пунктов, откуда открывают огонь из пулеметов и корректируют свою артиллерию. Вчера нараховали 9 приходов, 152-го калибра только. И еще и 122-й, и 120-й, и БМП, и СПГ. Ну, стреляют. Военные говорят, информация об огневых точках противника – это сохраненные жизни наших солдат. Поэтому командование батальона дало согласие на захват боевиков. Операцию провели на одном из наблюдательных пунктов врага. Их условно только так можно называть – бойцами. Наша армия на два порядка, на три порядка. Даже можно, ну, не знаю, насколько выше порядка по основанию с вот этими заблудшими овцами. Как попали на вражескую позицию, солдаты не разглашают. Но там все произошло мгновенно. И не без курьезов. Боевики пьянствовали, когда увидели наших армейцев, приняли за своих. Один единственный вышел со сброей. И то у него было не на изготовку, а как у постового. Он к войне вообще не был готов. Он вообще нашей старшей группы принял за своего. А еще бы чуть-чуть, он бы ему честь отдал. После того, как начали их уводить из блиндажа, вот это, наверное, единственный, который там догадался о чем-то, вот начал там что-то пытаться там делать с незаряженным оружием. Ну, был уничтожен. Уничтоженный боевик оказался уроженцем российского Белгорода. Трое пленных, жители Горловки и Янакиева. Сейчас они дают показания СБУ. Об исчезновении наемников оккупанты узнали только под утро. Ребята говорят, теперь на той стороне паника. Боевики боятся даже собственной тени. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Игорь Щепет. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Запорожье, в гаражах, правоохранители накрыли целый оружейный цех. На территории одного из гаражных кооперативов в Коммунарском районе местные умельцы изготавливали новое и переделывали небоевое оружие в огнестрельное. У подпольщиков изъяли более 20 винтовок, ружей, боеприпасы. После обыска задержали 58-летнего мужчину. И теперь ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет. От любви до ненависти. США теперь уже устами вице-президента угрожают Северной Корее войной. Дональд Трамп обескуражен и пытается заручиться поддержкой союзников. Дмитрий Анопченко о развитии событий. Чем все это закончится? Уступками или войной? Даже первые лица Америки не знают. Несколько недель до исторического саммита, когда, казалось бы, каждое неосторожное слово способно сорвать переговоры, а вице-президент США заявляет по телевидению, в Белом доме никогда и не снимали с повестки дня силовое решение проблемы. Военный вариант мы никогда не исключали. Президент четко сказал, эта администрация не будет терпеть, если режим в Северной Корее попытается сохранить ядерное оружие и баллистические ракеты, которые угрожают нашим людям, США и всем нашим союзникам. А пресса смакует слова, брошенные в сердцах Трампом. Дескать, если с кем им договориться не удастся, значит, в КНДР будет реализован ливийский сценарий. Что это все отлично помнят. Физическая ликвидация первого лица страны. Как поступить, если Ким в последнюю минуту откажется договариваться? Американский президент обсуждает сейчас здесь, в Белом доме, с президентом Южной Кореи. Что называется, сверяют часы. Для Дональда Трампа на кону не только корейская сделка, но и личный авторитет в мире. Ведь многие соратники уже поспешили заявить, мол, американский лидер достоин Нобелевской премии мира за урегулирование кризиса, который на самом деле так далек от решения. В самой КНДР сейчас собрали иностранных журналистов, чтобы уже завтра в присутствии прессы закрыть ядерный полигон, где Северная Корея провела уже шесть испытаний. Но восторг по поводу этого шага Кима в прессе сейчас сменяется скепсисом. Пишут, похоже, что полигон просто не выдерживал дальнейших испытаний. И на самом деле никакая это не уступка. Так что за несколько недель до исторического саммита в Сингапуре мир не намного ближе к решению корейской проблемы, чем был до этого. Скорее, наоборот, узел сейчас затягивается еще туже. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Ждите рейдеров. Как у фермеров в Кировоградской области отбирают бизнес, и почему местная полиция не в силах помочь? Пора домой. Немецкая прокуратура решила добиваться экстрадиции Пучдемона в Испанию. Когда суд? Кабмин разработает меры по противодействию трудовой миграции. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По словам главы правительства, проблема миграции кадров из Украины формировалась десятилетиями. И один из способов решения этого вопроса готовить специалистов в соответствии с требованиями и ожиданиями работодателей, а также обеспечить им достойную оплату труда. А вот Чехия хочет упростить правила трудоустройства для украинцев. Об этом заявила министр труда этой страны. Чем Прага будет заманивать наших специалистов, расскажет Елена Абрамович. Самый низкий в Евросоюзе уровень безработицы 3% заставил чешскую власть задуматься, где искать рабочую силу. Молодые чехи, как и их сверстники из других восточноевропейских стран, уезжают работать дальше на запад. В Германию, Францию, Британию. На их места Чехия и решила привлечь украинцев. На данный момент пятая часть гастарбайтеров в стране, из Украины, и ними довольны. Осталось ускорить процесс трудоустройства. В первую очередь зеленый свет дадут работникам социальной сферы, медсестрам и сиделкам. Когда работодатели хотят работника из Украины, и у них должным образом зарегистрированы вакансии, то все равно не редкость, что процедура трудоустройства такого сотрудника в компанию может занимать до года. Это очень долго. Как именно упростят процесс, пока не уточняют. Но примером может стать Польша. Туда украинцы могут въезжать по безвизу и оформлять разрешение на работу уже на месте. Такая формула дала свои результаты. В Варшаве сообщают о двух миллионах рабочих из Украины. И отчитались. В 2017-м они выслали домой 13 миллиардов злотых. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Елена Абрамович, Евгений Каминский, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Европейский суд по правам человека рекомендовал Украине отменить мораторий на продажу земли. По мнению судей, запрет купли-продажи нарушает конвенцию по правам человека. Иск этот подали два гражданина Украины. Вердикт суда государство не обеспечило баланс между интересами общества и правами заявителей. Также судья отметили, что ни в одной из стран, входящих в состав Евросоюза, нет такого запрета. Несмотря на то, что Украина не является членом ЕС, украинские власти должны пересмотреть мораторий на продажу земли, отмечают в ЕСПЧ. Впрочем, депутаты оппозиционного блока убеждены, что в нынешних условиях усовершенствовать закон не получится. Нашу позицию – это решение не изменит. Суспільство не готово к открытому рынку земли в условиях значительной национальной валюты, наявности крупных агрохолдингов. Власно говоря, я думаю, что они как раз и были за теми решениями, которые сегодня мы отримали. Потому что они зацекованы в том, чтобы земля была продана в условиях малой вартости гривни. Это практически за бездельно можно скупить всю землю. Мы считаем, что общество не готово. Потому что не готова валюта и не готова законодательная база, чтобы защитить фермера, власника, который работает в селе, который дает рабочие места, а не крупных агрохолдингов, которые, как правило, лобиюют тему продажи. Было вашим, стало нашим. Кировоградскую область захлестнула волна рейдерских атак. Кто на этот раз попал в капкан аферистов и кто реально может помочь, разбирались наши корреспонденты. Зеленкой и яйцами так встретили новых хозяев фермерского кооператива в селе Луганка. Они приехали с документами, якобы подтверждающими, что предприятие теперь принадлежит им. Два месяца назад на основании постановления общего собрания совладельцев новоиспеченное общество с ограниченной ответственностью агрофирма «Мариампольская» стала правоприемником сельгоспредприятия с таким же названием. Вот только сами совладельцы о таком решении ни сном, ни духом. Из-за ареста счетов почти 400 сотрудников два месяца без зарплаты добиваться правды едут в город. Возле областной администрации устраивают митинг. Дети хотят воды, мороженое, хотят. Это же дитина, не залепишь и рота. Но дальше порога пикетчикам не пускают. Начинается потасовка. Через несколько часов чиновники принимают инициативную группу. На встречи и руководители правоохранительных органов отчитываются. По факту рейдерской атаки открыто уголовное производство. Ситуация на контроле. Но решение вопроса не в компетенции местных органов. Когда происходит такие рейдерства, в самом главном территориальном уровне, это не больше, чем вам дать консультации, складывание скаргой до комиссии Министерства юстиции, потому что законом четко распределено повноважение, что такие скарги на действия государственных регистраторов рассматривают только комиссия Министерства юстиции Украины. Мало того, снять арест со счетов и восстановить право собственности может только суд. А он вполне может затянуться не на один год. Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности. Телеканал Интер. Кировоградская область. Следующие общие европейские выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. Сегодня эти даты единогласно поддержал Совет ЕС. Это будут первые выборы в законодательный орган Евросоюза, в которых не примут участие граждане Соединенного Королевства. По плану, голосование должно было состояться в первую неделю июня, но после консультации с Европарламентом его перенесли на конец мая. Завтра, ровно за год до выборов, президент Европарламента Антонио Таяни проведет символическую пресс-конференцию. В поисках асфальта в Черновицкой области жители села, уставшие от нескончаемых ремонтов, взялись проверять работу дорожников. Что нашли, узнаем от Ольги Паломарек, которая побывала в этом рейде. Пенсионерка Аурика Семенюк показывает, что осталось от дороги после первой же зимы. Этот асфальт положили в прошлом году. На почти километровом участке дороги образовались две ямы. Местные жители убеждены, подрядчик нарушил все нормы ремонтных работ. Сэкономил не только на асфальте, но и на так называемой подушке, основе дороги. В сельсовете написали претензионное письмо и попросили подрядчика устранить изъяны. Но работу техники заблокировали местные жители. Подрядчик уверяет, делал все по нормам. И еще три года готов проводить ремонт по гарантии. В сельсовете рассказывает, на тендере этот подрядчик предложил самую низкую цену. 1 миллион 300 тысяч гривен за 3300 квадратных метров полотна. Ямы на дороге. Фирма-подрядчик обещает устранить в ближайшее время. Но люди требуют полностью переделать покрытие и дают на это полтора месяца. Иначе грозятся перекрыть дорогу. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. В шаге от экстрадиции. Германия намерена выдать Испании бывшего лидера Каталонии Карлоса Пучдемона. Соответствующее ходатайство уже готовит прокуратура земли Шлезвин Гольштейн. И в ближайшее время передаст его в суд. Татьяна Лагунова расскажет все подробности. Полгода в бегах. Карлос Пучдемон покинул Испанию прошлой осенью. Сразу после референдума о независимости Каталонии. Большую часть этого времени он провел в Бельгии. И время от времени ездил по Европе. С конца марта бывший лидер Каталонии находится в Берлине. Его арестовала немецкая полиция по запросу Испании. А позже суд выпустил на свободу под солидный залог. И вот, похоже, эта история близится к завершению. Генеральная прокуратура земли Шлезвик Гольштейн будет добиваться выдачи Пучдемона. Об этом сегодня сообщили представители ведомства. Там изучили видеоматериалы, которые предоставил официальный Мадрид, а именно кадры беспорядка во время проведения референдума о независимости Каталонии. Прокуроры считают, этого достаточно, чтобы выдать Пучдемона Испании. Причем по обвинению по самой серьезной статье – мятеж. Сейчас прокуратура готовит все необходимые документы и вскоре передаст их в суд, который и решит судьбу Пучдемона. Сам беглый политик, а также власти Испании и Каталонии новый поворот в этом деле пока не комментируют. Когда суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Пучдемона, пока неизвестно, но до заседания политик останется на свободе. Сегодня суд земли Шлезвиг-Гольштейн отклонил ходатайство прокуратуры о задержании Пучдемона и помещении его под экстрадиционный арест. Дескать, маловероятно, что бывший лидер Каталонии попытается сбежать из Германии. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. И очередной скандал в британской политике. Спикер парламента публично унизил лидера палаты общин. Это вдобавок к обвинениям его бывших подчиненных о немотивированных вспышках гнева. Грозит ли чиновнику отставка, узнавала Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Совершенно нетипичная ситуация в британском парламенте. Спикер позволил себе грубость по отношению к коллеге, да еще и женщине. Обозвал дурочкой. Тут же разгорелся скандал и призывы к отставке. Дескать, непозволительная лексика в стенах высшего законодательного органа. Но Джон Берко даже извиняться не стал. Признал, что выпалил нелестное слово. Но нашел себе оправдание. Да, я пробормотал про себя слово «дурацкое». Но этим словом я подытожил всю ситуацию и как в тот день решались дела. Все, кто знают лидера палаты, не имеют ни малейшего сомнения в ее политических способностях и характере. Но суть вопроса в том, что это уже не впервые спикера обвиняют в немотивированных вспышках ярости и неадекватности. Два бывших подчиненных Беркоу месяц назад заявили, что уволились из-за его насмешек и гневных тират. Беркоу все обвинения отрицают, но по традиции в парламенте начали внутреннее расследование. Как для британской политики этот скандал зашел слишком далеко. В таких случаях здесь принято побыстрее уходить с политической сцены, чтобы не запятнать честь партии и не раздражать публику. Как, к примеру, произошло в 2012 с депутатом Эндрю Митчеллом. У него возник инцидент с полицейскими, дежурившими на Даунин-стрит-10. Три офицера обвинили Митчелла в том, что он выругался и назвал их плебеями. Депутат все отрицал. Но из-за шумихи в прессе все-таки ушел с поста. А через год оказалось, что полицейские все придумали. Но в отличие от коллеги Джон Беркоу покидать должность не спешит. Это уже его третий срок во главе парламента. И очевидно, он намерен доработать 4 года до выборов. Вот только репутация уже подмочена. Тем более, что он должен быть примером остальным. Ведь именно спикер отвечает за порядок в парламенте. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Что угрожает Тадж-Махалу? Каким новым проектом удивит Илон Маск? И что можно разрезать ножом из желе? Обо всем этом прямо сейчас. На острове Гавайи продолжает извергаться вулкан Килауэа. Поток лавы разлился на расстоянии 24 километров от горы и достиг побережья Тихого океана, образовав токсичное облако, смертельное привдыхание. Местные власти рекомендуют жителям не приближаться к районам, расположенным недалеко от вулкана. В некоторых провинциях началась полная эвакуация. Сильное загрязнение воздуха уничтожит знаменитый Тадж-Махал менее чем за 50 лет. К таким выводам пришли ученые, обеспокоенные пожелтением белого мрамора, из которого сделан знаменитый мавзолей. Историки и местные гиды призывают правительство Индии обратить внимание на разрушение памятника архитектуры, в том числе закрыть или перенести в другие места заводы и полностью запретить движение автомобилей возле Тадж-Махала. Восемь жизней унесли муссонные дожди на Шри-Ланке. Более пяти тысяч человек пострадали из-за сильного урагана. На юге острова шторм частично разрушил несколько десятков домов. Представитель администрации по борьбе со стихийными бедствиями отдал приказ об эвакуации местных жителей. Синоптики предупреждают, такая погода сохранится в ближайшие дни в некоторых районах страны. Ножи из всего, что попадется под руку. Японский видеоблогер мастерит их из подручных средств и выкладывает записи на ютубе. Последним его изобретением стало орудие из желе. Блогер также составляет топ самых острых ножей, сделанных не из металла. Инструмент из желе занял всего лишь третье место. А в лидерах оказался нож из вермишели, который с легкостью может шинковать овощи и разрезать картонные коробки. SpaceX запустят в космос сразу семь спутников, которые будут работать на орбите более пяти лет. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил генеральный директор компании Илон Маск. Сателлиты доставят на орбиту ракета Falcon 9. Они будут вести наблюдения за изменениями ледников и уровнем воды на поверхности Земли. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин